МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика с главными событиями вторника. Вас познакомят наши корреспонденты. Я Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Золотые руки. Профессиональный праздник отмечают ювелиры. Вместо мелочи за проезд можно будет платить в одно касание. И тебя посчитают в Чувашии и подвели итоги бизнес-переписи. Планы модернизации международного аэропорта Чебоксары обсудили сегодня на Совете по улучшению инвестиционного климата. В повестку заседания этот вопрос включили не случайно. Глава Чуваши отметил, от создания комфортных условий для перелетов зависит деловая репутация региона. Как будет выглядеть Чебоксарская аэрогавань, узнал Дмитрий Ковалев. Необходимость модернизации Чебоксарского аэропорта назрела давно. Поток пассажиров за последние годы увеличился в два раза. Такая нагрузка нередко влияет на качество работы. Вот такие сообщения публикуют в социальных сетях пользователи интернета. Летали из Чебоксар два раза в Турцию и один раз в Крым. Из минусов долго багаж получать. Помнится, людей три часа мариновали в техном зале в ожидании таможни. Проект модернизации пассажирского терминала уже готовится. Сейчас решаются вопросы с земельными участками. Это предполагаемое строение, которое будет выноситься в сторону Алан-Перона, так называемого, в сторону Перона на федеральной земле. Это один вариант. Второй вариант – это в сторону муниципальной площади, где находится сейчас парковка, привокзальная площадь и остановка. Взяли на себя обязательства по реконструкции, модернизации в первую очередь этого здания. Увеличить его пропускную способность. Порядка 190 человек в час. На модернизацию аэровокзального комплекса планируют направить более 500 миллионов рублей. Стратегию развития – вписанные планы по замене техники. Уже в этом году в аэропорту появится современный трап с пандусом для инвалидов. Мы уже приобрели два новых снегочистителя. Проблема была ранее такая по подготовке искусственных покрытий летного поля. Уже внесена предоплата, я думаю, в феврале месяце получим еще один новый автомобиль. Глава региона отметил, что при модернизации аэровокзала должна появиться и удобная стоянка для автомобилей. Пока припарковать машину на площади Скворцова – целая проблема. Количество мест считаем также нужно увеличивать. 50 – это мало. Ведем в этом плане переговоры. Реконструкция аэровокзала будет завершена через 4 года в перспективе ближайшей увеличения рейсов. В дополнение к существующим рейсам планируется организация следующих рейсов. Вот это дополнительные три рейса в неделю в Москву. Далее Санкт-Петербург – три рейса в неделю. Кроме этого планируется организация международных рейсов. Ну вот планируется, конечно, Египет, Турция и Греция. От проекта ожидают большого эффекта. Новый автомобиль в сопровождении. Им также нужно увеличивать. 50 – это мало. Ведем в этом плане переговоры. Реконструкция аэровокзала будет завершена через 4 года в перспективе ближайшей увеличения инвестиционного климата. О проделанной работе власти регионов должны отчитаться президенту России до 1 июня. Чтобы стимулировать бизнес-инициативы в регионах, необходимо упростить разрешительные процедуры, сократить сроки поставки на кадастровый учет, подключение к коммуникациям и не только. Всего в дорожной карте прописано 12 целевых моделей. И как их внедряют в Чувашской республике, будут контролировать рабочие группы. Почему она была введена? Это целевая модель для того, чтобы регионы не жаловались при составлении национального рейтинга. Вот это у нас не так, там в Татарстане лучше, там в Белгороде лучше. И здесь главная задача – конкурировать именно с самим собой. То есть быть лучше, чем в прошлом году. Приоритетом для нас является сокращение рассмотрения представления мер государственной поддержки, повышение качества инвестиционного портала, регулярные встречи с общественными организациями, коммерческими организациями, для того, чтобы мы напрямую решали вопросы возникающие, улучшали свои действия. Члены Совета по улучшению инвестиционного климата обсудили и другие темы. Глава республики поставил задачу продолжить работу над созданием высокотехнологичных рабочих мест. В отрасли промышленности уже определились свои лидеры. Некоторые предприятия превысили и среднереспубликанский уровень заработной платы. В то же время есть предприятия и организации, которые завершили прошлый год по предварительным данным убыточно. Поэтому в целом по отраслевому принципу вы, Владимир Александрович, координируете эту работу. Нам надо комплексно оценить. Причем проблема, понятно, есть закредитованность наших организаций и коммерческой деятельности. Есть, может быть, по платежной дисциплине вопросы. Более 104 миллионов рублей получит Чувашия в виде субсидий с федерального бюджета в рамках целевой программы развития образования. Средства будут направлены на дальнейшее оснащение межрегионального центра компетенций и подготовку педагогических кадров системы среднего профессионального образования. С 20 февраля ожидаются изменения в системе оплаты проезда в Чебоксарском общественном транспорте. Напомним, проезд в маршрутке, троллейбусе и автобусе подорожает на 2 рубля. Однако при безналичной оплате получится дешевле 18, 13 и 14 рублей соответственно. Такое новшество, по мнению администрации города, призвано упорядочить систему транспортных платежей и способствовать развитию безналичной системы расчетов. Что из себя представляет оплата в одно касание, узнавала моя коллега Татьяна Леонцева. Мне, пожалуйста, морковный фреш. 50 рублей, пожалуйста. Никакого пин-кода, платеж в одно прикосновение. Когда-то это было мечтой, а сейчас уже реальность. Без контактной карты можно оплатить что угодно, а с недавних пор и проезд в общественном транспорте. Карта разделена на два счета – банковский и транспортный. Это сделано для того, чтобы обезопасить деньги, собственно, банковского кошелька. Для того, чтобы проехать в транспорте, мы должны обязательно через любое устройство самообслуживания банка пополнить транспортное приложение, то есть писать с банковской части и перевести деньги на транспортную компоненту. А в настоящий момент банк уже выдал более 10 тысяч таких карт. Такую карту легко отличить от обычной. На ней есть специальные знаки и надписи. Чтобы получить возможность платить безналом, достаточно обратиться в ближайший офис Сбербанка. Это не единственный способ забыть о мелочи в общественном транспорте. В офисе единой транспортной карты многолюдно. Ну, давайте тогда мне электронный кошелек и 500 рублей на карту. 600 рублей будет? Пополнить счет ЕТК можно в 60 пунктах. Это специальные и банковские терминалы, отделения почты и диспетчерские павильоны. В будущем их количество увеличат. Электронный кошелек, карта студента, месячный проездной. Можно выбрать любой удобный вариант. Экономно. Я каждый день езжу. А на какой вид транспорта? То есть в электронный кошелек или какую из карт вы используете? Электронный кошелек. Ну, я вот на год уже, на год всего, на полтора года всего и строчила 500 рублей. Согласно закону, с 1 января оплатить карты и проезд можно в любом транспорте. Но, как оказалось, не все перевозчики к этому успели подготовиться. Есть некоторые трудности с маршрутами 49, 51 и 61. Они пока не заказали терминалы. Единственное, все остальные уже либо установили, либо заказали, в ближайшее время устанавливают. Там все очень просто. Там никаких специальных навыков не требуется. Терминал сделан на основе банковского терминала только со специальным программным обеспечением. Именно безналичная оплата проезда, адаптированная для условий Чувашской республики. Пионер безналичной оплаты проезда. Чебоксарское троллейбусное управление. Терминалы здесь используют с 2012 года. И с каждым годом процент оплаты одним касанием растет. Ну что, давайте попробуем, как можно этой картой оплатить действительно проезд в троллейбусе. Вот терминал, вот кондуктор, карта. И моментальная оплата. Мне, по сути, очень удобно, потому что класть деньги и 700 рублей. Потом из-за того, что у меня там социальная стипендия, все дела, мне отдают половину суммы оттуда еще. Деньги просто плачу. Карты нет. А почему наличкой? Ну, потому что я не так часто езжу, я пенсионерка. Я думаю, что вот электронный кошелек должны, ну, молодые, которые работают. 4 рубля – такова будет разница в стоимости проезда за наличный и безналичный расчет. Поможет ли эта мера горожанам отказаться от мелочи в общественном транспорте? Станет понятно уже скоро. Крупнейшая строительная фирма «Старко» оказалась под пристальным вниманием столичной прокуратуры. Причина – задолженность по зарплатам. В инспекцию труда обратились сами сотрудники организации и, как оказалось, не зря. В работе фирмы уже выявлены грубые нарушения трудового законодательства. Внеплановая проверка показала, что почти 400 работников не могут получить свои кровно заработанные деньги. А это порядка 8 миллионов рублей. В данный момент ведутся мероприятия по погашению всей имеющейся задолженности. Мне предоставили справку от организации, что задолженность имеется непогашенной в настоящее время за ноябрь-декабрь 2016 года. Руководство фирмы «Старко» нарушало сроки выплаты заработной платы, вследствие чего и накопилась задолженность. Собранные материалы показывали, что в фирме «Старко» имелась возможность выплачивать заработную плату. Вместе с тем совершались хозяйственные операции, совершались другие сделки, которые направляют деньги в средства не на выплату заработной платы, а на другие сферы. Что как раз и обусловило не выплату заработной платы и задержку. Руководство компании приводит свои доводы, объясняя задержку зарплаты неплатежами партнеров. К сожалению, на сегодняшний день ситуация такова. Конечно, и дольщики запаздывают по платежам, и партнеры по бизнесу тоже понимаем, что не могут все рассчитаться с нами. Очень много должников потихонечку расплачивается. Ситуация, конечно, все-таки надеемся в дальнейшем нормализуется. На этой неделе и на следующей неделе все закроем. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Сергей Адушкин. Республика. Каждый третий рубль в экономике Чувашии зарабатывается в малом предпринимательстве. Малые и средние предприниматели – это 43 тысячи субъектов, которые создали 153 тысячи рабочих мест. В 2015 году по всей России проходила бизнес-перепись. Сейчас Росстат подвел ее итоги. В Чувашии обследовали работу более 17 тысяч малых предприятий, 32 тысяч индивидуальных предпринимателей. Всего представили отчеты более 85 предпринимателей и юридических лиц. Выяснилось, что из этого числа каждое третье малое предприятие или почти каждое пятое ПЭНИ осуществляли или приостановили свою деятельность. Чаще всего предприниматели проявляют активность в сфере торговли, ремонта автотранспорта, бытовых изделий. Более 30% организаций – каждый второй индивидуальный предприниматель. Кроме того, малый бизнес представлен в строительстве и промышленности арендой и услугами. Среди регионов ПФО Чувашия по числу малых и средних предприятий занимает девятое место. А по числу индивидуальных предпринимателей опережает среднероссийские показатели, находясь на 22 месте из 85 субъектов. Все социальные сети кричат о помощи. В Чебоксарах снова смертельный мрамор. Беда в семье Никифоровых. Как помочь и куда обратиться, чтобы узнать свой генетический паспорт в репортаже Марии Шоклевой. Она смеется и не понимает, что особенный ребенок. Что такие дети доживают лишь до 2-3 лет. Что теперь все называют ее мраморной девочкой. Хотя она Кирочка. В 3 месяца у малышки появилось косоглазие. Потом стал выпирать родничок. Родители забили тревогу. Затем были консультации педиатров, неврологов, нейрохирургов, генетиков. Со снимком рентгена мы обратились к генетикам. И генетики взяли у нас кровь на типирование. 29 декабря перед Новым годом нам сообщают, что диагноз подтвердили. В этот момент весь мир рухнул под ногами. Остеопетроз – генетическая болезнь, при которой кальций не выводится из организма, оседает на костях, делая их хрупкими. Постепенно костная ткань передавливает зрительные нервы. Наступает слепота, потом глухота. Повышенное внутричерепное давление приводит к постоянным головным болям. Начинают страдать внутренние органы. Что касается остеопетроза, это одна из этнически приуроченных заболеваний, которые характерны для чувашской популяции. И мы знаем, что каждый 30-й, 40-й житель Чувашии, имеющий хотя бы 25% чувашской крови, может быть носителем данной мутации. А все это можно диагностировать на этапе планирования беременности. И к нам приходят молодые супружеские пары, что отрадны. Мы всем рекомендуем проведение обследования на 6 частых наследственных заболеваний. К сожалению, если полно обследовать гене, то сейчас стоит 15 тысяч. Но родители Киры об этом не знали, как и тысячи других людей. Им сейчас важнее другое, как можно скорее найти донора и сделать малышке трансплантацию костного мозга. Варианта два. Ехать в Израиль, собрав на лечение 18 миллионов рублей, или в Санкт-Петербург. Бесплатно. На лечение в России выделяется республика Квота. Но в России очень плачевная статистика. Нет статистики о реабилитации. И поэтому обратились в клинику Хадаса в Израиле, где успешный опыт трансплантации практически 95%. То есть, получается, вас могут в Россию отправить? Могут в Россию, бесплатно. И вы отказались? Мы отказались. Светлану Чернову называют мраморной бабушкой. Четыре года назад ее внуку Кирилла успешно пересадили костный мозг. С тех пор Светлана помогает всем, кто болен остеопетрозом. Мысли о том, что собрать 18 миллионов нереально, здесь просто нет. Неправильно, когда родители своих детей хоронят. Это неправильно. Надо подарить шанс. Кира у нас очень крикливый ребенок. Да, она много... Когда была в утробе матери, она очень любила музыку и прям пиналась. Когда включили музыку. И шевелилась, двигалась, когда слушала классическую музыку, да, в особенности. Ну и сейчас, в данный момент, она очень любит голосить. В будущем Дмитрий и Оксана видят свою дочь певицей. На двери комнаты висит калаш, где написано, что все будет хорошо. И пусть эта кроватка пустует только от того, что малышка спит на заботливых руках. Мария Шоклева, Игорь Зверев, Расиль Мухаммедов, Республика. Проблемы экологии, которые копились десятилетиями, в полной мере заявили о себе в 21 веке. И именно сейчас требуют неотложного решения. Первый шаг навстречу природе сделан. 2017 год в России официально объявлен годом экологии. Экологические организации получили зеленый свет. Представители одной из них побывали в гостях в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Таким оригинальным способом сотрудники социального реабилитационного центра решили показать детям, что у мусора есть другое обличие, более привлекательное и дружелюбное. Пакетом бумаги, пластику местные дизайнеры дали вторую, не менее яркую жизнь. А поводом к такому преображению послужило событие, которое в ближайшие три года кардинально изменит жизнь воспитанников. Руководство центра и организация «Зеленая Россия» заключили договор о сотрудничестве. Это значит, что каждый ребенок сможет внести свой вклад в сохранение природы. Это движение добровольное, в которое вступает каждый желающий. Оно существует по всей нашей огромной стране. Центром является Москва. У «Зеленой России» есть одно из направлений, одно из движений. Это «Лес Победы» – проект, который очень значимый в нашей стране. По всей стране сажаются деревья в честь павших в Великой Отечественной войне. Новости акции обещают регулярно опубликовать на сайте «Зеленой России». Организаторы в виде игр, квестов, мастер-классов экологически просвещают молодежь. Представление о культуре поведения у многих уже есть. Я могу только убирать мусор, например, сажать деревья. Вот что может делать обычный человек. Когда я вижу мусор, я сразу его выкидываю в мусорный бовчок. Самые активные дети будут награждаться призами, один из которых – поездка в лагерь «Артек». Но главная награда – это сохраненная природа. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика. 31 января во всем мире свой профессиональный праздник – Международный день ювелира – отмечают мастера, что делают нашу жизнь прекрасней. И сегодня мы наведались в гости к чебоксарскому ювелиру. Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Эта фраза полностью оправдывает себя. Ведь всем нам хочется выглядеть красиво. И так было всегда. Кольца, серьги, браслеты, ожерелья. И что только не придумают люди, чтобы украсить себя. Драгоценные камни – показатель статуса человека. Его изысканного вкуса и способ выделиться из массы. Но прежде чем попасть на витрины ювелирных магазинов, природные минералы претерпевают множество процедур. Кому мы должны сказать спасибо за возможность наслаждаться всем этим мерцающим великолепием? Разумеется, ювелиром. Ювелирное искусство для меня – это жизнь. Потому что я очень люблю свою работу. Я очень дорожу ей. Привел меня папа. И вот уже три года Любовь Калугина из неровного камушка или кусочка благородного металла может сотворить произведение искусства. В мастерской среди ювелирных орудий производства она ориентируется как на собственной кухне. Очень интересное название у инструментов. Вот здесь это у нас финагель. Это такая вот дощечка для упора. Когда мы, допустим, обтачиваем кольцо, мы ставим ее на упор, на финагель. Как и каждая девушка, Любовь отдает предпочтение кольцам. Но как сапожник без сапог, на руке только обручальное кольцо. Которое, кстати, Люба сделала сама. Два кольца, которые муж мне одевал именно во время регистрации. Потому что он сказал, что у меня должно быть два кольца. Потому что мы с тобой как два колечка на одном пальчике всегда вместе. Чтобы стать первоклассным мастером, потребуется не один год для того, чтобы овладеть всеми способами и приемами. А их огромное количество – чеканка, литье, сверление, шлифовка. Совсем не женское дело, правда? Девушка с напильником, прощай, маникюр. Никаких ногтей, никакого лака. Ну да, это мужская профессия. В отношении, допустим, ставки камней, мне кажется, наоборот, девушке как-то проще с этим. Чтобы роскошь была доступной каждому желанию чебоксарского мастера. Поэтому в будущем Любовь мечтает открыть небольшой ювелирный завод. Самый приятный момент – это когда ты отдаешь изделие клиенту. Потому что когда ты видишь эмоции, которые испытывает человек, это прям бальзам на душу. Особенно невесты, когда они получают обручальные кольца, они вообще такой виск стоит. Карл Фаберже, Даниэль Сваровский, Чарльз Сиффани – история знает множество имен выдающихся ювелиров, каждое изделие которых – настоящее совершенство. И кто знает, может, через несколько лет имя нашей знакомой станет в один ряд с ними. Почему бы и нет? Что вам приходит на ум при упоминании Шотландии? Наверняка килт, волынка и танцы. В дни фестиваля шотландской культуры в Чебоксарах Ольга Пырочкина побывала на мастер-классе по танцам. И сейчас покажет, чему научилась. Мы находимся в спортивном зале лицея номер 4. И сейчас здесь идет мастер-класс по шотландским танцам. Вот честно говоря, когда я готовилась к съемке, я не до конца представляла, что означают шотландские танцы. Поэтому взяла с собой бальные туфли. Но, как выяснилось, они мне не понадобятся. Сейчас увидите, почему. Я попросила меня отдельно научить некоторым движениям. Сейчас мы попробуем. Евгений, что мы с вами попробуем? Какое движение? Как называется? Мы попробуем с вами разучить движение, которое называется «ПД-баск». «ПД-баск». Давайте попробуем. Отлично. Хорошо, что вы не надели эти туфли. Каблуки, да. Посмотрите, пожалуйста, что мы будем делать. Сначала прыгаем на правую ножку. Раз. Раз. А левую ножку сверху и сверху. Поднимаем на спинку. Так. То же самое с другой ноги. Раз, два, три. 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 Отлично. Не так-то и просто на самом деле. У вас хорошо получается. Спасибо большое. Преподаватель школы шотландского танца Евгений Салмин 10 лет назад тоже начинал с «ПД-баска» и других несложных движений. Так в инженерии строителя проявила себя творческая жилка. С тех пор он обзавелся настоящим правильным килтом, который, кстати, нельзя купить в Чебоксарах, и серьезной базой, чтобы преподавать. Мы обучались у других преподавателей, но не в Чебоксарах. Да, мы проходили специальные курсы, мы сдавали экзамены и готовил нас к этим экзаменам преподаватель из Шотландии. Шотландские танцы, шотландские контр-дансы, которые сейчас вы можете видеть, это общение. То есть, если они в обычной жизни, ну, стесняются или боятся там подойти, да, то в танце они могут пригласить даму, даму может пригласить и, соответственно, танцуют вместе. Таким образом они общаются в танце глазами, руками, улыбками. О чем говорит Евгений, стало понятно в первом же танце. За счет круговой схемы через каждые четыре восьмерки счета меняется партнер. Так что в сторонке, теребя платочки, никто не стоит. Ко второму танцу старшеклассники уже не стесняются друг друга и нашей камеры. Мы танцуем шотландские танцы. Это очень весело. Столько новых людей. С каждым получается потанцевать. Супер. Просто вот жизнь, жизнь. Приходите к нам танцевать. Мы все вас хотим затащить к себе. Замысел преподавателя лицея номер четыре удался. Показывать и рассказывать про шотландские танцы можно очень долго. Но дело в том, что наш оператор тоже хочет попробовать. Поэтому на этом все. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев. Республика. Наши новости и программы смотрите на сайте НТРК21.рум. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашейн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова